здравствуйте и вы на канале джули в улитой меня зовут юля и мы снимаем срочный репортаж с полей появилась новость о том что был замечен неопознанный летающий объект и мы должны посмотреть что же это и мы первые кто добрался до неопознанного летающего объекта имеет большую честь взять первыми интервью здравствуйте расскажите пожалуйста с какой целью вы явились к нам на планету вы слышали нужны ваши лайки обязательно подписывайтесь на канал жмакайте на колокольчик и у каждого из нас появится такой милый пришелец материалом для нашего инопланетянщика здесь уже знакомое сочетание помпа в акаде q я буду вязать ярко зеленой пряжей нам понадобится полтора моточка нам понадобится также совсем чуть-чуть желтенькой это для оформления глазок и небольшое количество белой пряжи тоже для глазок мне это даже такая не чисто белая а немножечко кремовая конечно же нам понадобятся инструменты для вязания плюшевой пряжи я буду использовать крючок номер четыре ножнички счетчик рядов чтобы не запутаться в рядах и маркер ряда чтобы пометить начало нового ряда нам понадобится сразу три глаза у меня это вот такие вот на ножке глазки вместе с заглушками идут они и цветной радужкой я буду использовать все три одинаковых зеленых так как на заказывала кучу зеленых глазок вы можете даже сделать саму инопланетянщику разноцветные глазки что тоже будет смотреться очень мило для наполнения нам понадобится холлофайбер и не забываем про иголочки для пришивания а еще лучше если у вас будет наличие вот такая пластиковая иголочка ею очень удобно и просто пришивать плюшевые конечно начнем и вязание нашего плюшевого пришельца с глаза почему я начинаю с глаза для того чтобы потом иметь возможность приделать глазки прикрепить их уже непосредственно через голову через тело это особенность глазок с креплением на ножке если у вас будет какие-либо пришивные глазки или над клеевой основе то можете не заморачиваться но все равно начнем с глазок и начинаем мы нашей белой пряжей как мы помним плюшевую пряжу мы всегда начинаем с двух воздушных петель кольцо амигурумию в этом случае не работает и наш первый ряд мы во вторую петелечку от крючка вяжем 6 столбиков без накида во втором ряду мы делаем прибавку в каждую петелечку соответственно у нас получается 6 прибавок а это 12 столбиков без накида во втором ряду и внимание последнюю петелечку белой пряжи мы не провязываем не закрываем то есть петельку мы оставляем небольшой хвостик нить и обрезаем ее и меняем нить на желтую меняем таким образом закрывая через обе петли вот так присоединили мы желтую пряжу и внимание третий ряд желтой пряжи мы вяжем за заднюю петелечку здесь очень нужно быть внимательным потому что третий ряд мы вяжем именно за заднюю петлю и вяжем столбик без накида 1 прибавка по кругу чтобы у нас получилось 18 столбиков без накида и последний четвертый ряд теперь мы вяжем за переднюю полу петлю нашего глазиком вяжем по схеме 2 столбика без накида прибавка по кругу чтобы получилось 24 столбика без накида в этом ряду но только внимательно вяжем за переднюю за ближнюю к вам полу петельку только за нее 24 на этом мы не нашу закрепляем и оставляем достаточный кончик для пришивания мы этим кончиком нитки потом будем пришивать глаз к телу и так как мы вяжем необычного человечка а инопланетянина то глазика у нас должно быть три вяжем после того как связали глазки свяжем еще парочку простых деталей а это у нас ручки начинаем мы конечно же с двух воздушных петелек и во вторую возвращаемся делаем не 6 столбиков без накида 2 ряд мы вяжем 1 столбик 1 прибавка по кругу и у нас должно получиться 9 столбиков без накида во втором ряду ну и дальше все очень легко и просто начиная с 3 ряда по 12 включительно мы вяжем по 9 столбиков без накида в каждом ряду без прибавок убавок мы провязали 12 рядов и самое время набить нашу ручку холофайбером старайтесь набивать как можно плотнее в этой части и чуть менее плотнее вот в этой части и заключительный 13 ряд мы просто складываем ручку пополам так чтобы на сгибе было начало вязания и просто провязываем через обе стенки у меня получается 4 столбика без накида закрываем ручку оставляем не для пришивания нашей ручки конечно же вяжем вторую такую же аналогичную ручку приступаем к вязанию ножек ножки мы вяжем точно также две воздушные петельки и во вторую от крючка мы вяжем 6 столбиков без накида это будет наш первый ряд во втором ряду мы вяжем прибавку в каждый столбик то есть у нас получится 12 столбиков без накида во втором ряду 3 по 5 ряд мы повторяем 12 столбиков без накида по кругу без прибавок и убавок следующие три ряда на первой ножке мы нить обрезаем закрепляем а на 2 мы продолжаем вязание вяжем по этой же схеме вторую ножку следующим шестым рядом мы вяжем еще по кругу 12 столбиков без накида вяжем 6 воздушных петелек присоединяем вторую ножку и вяжем по ней тоже 12 столбиков без накида по кругу и далее по цепочке из 6 воздушных петелек мы провязываем 6 столбиков без накида и это был все наш шестой ряд дальше начинаем вязать телом мы вяжем 7 ряд так чтобы у нас прибавки которых будет по 6 штук подряд были на пузике и спинке в моем случае я вяжу 1 2 12 столбиков без накида по кругу ножки и вот центральные 6 петелек 6 прибавок затем снова по ножке 12 столбиков без накида и 6 прибавок в центральные 6 петелек всего в этом году у нас должно получиться 48 столбиков без накида с 8 по 15 ряды включительно мы вяжем без прибавок и убавок по 48 столбиков без накида формируем нашего пухляшка ну и в процессе вязки набиваем особенного плотно набиваем ножки и наш пухляш уже становится более пухлым 16 ряд мы вяжем таким образом 2 столбика убавка 2 столбика и так мы вяжем до конца ряда повторяем 2 столбика убавка 2 столбика у нас должно в конце ряда получится 40 столбиков без накида 17 и 18 ряды мы вяжем без прибавок убавок по 40 столбиков без накида вяжем 2 ряда 19 ряд мы вяжем 8 столбиков без накида и одну бабочку девятнадцатом ряду у нас должно получиться 36 столбиков без накида 20 заключительный ряд мы вяжем по кругу без изменений 36 столбиков без накида на этом этапе мы хорошенечко до набиваем тельце отрезаем нить и откладываем его в сторону так как голову мы будем вязать отдельно и впоследствии пришивать к туловищу холофайбером не жалеем у нас должна получиться очень такая набитая пухлая тушка а теперь приступаем к вязанию головы и первый ряд мы точно также начинаем с двух воздушных петелек во вторую петлю от крючка но не шесть а восемь столбиков без накида у нас будет в первом ряду второй ряд и прибавка в каждый столбик соответственно в этом ряду у нас будет 16 столбиков без накида третьем ряду мы вяжем один столбик одна прибавка чередуем так до конца ряда чтобы у нас получилось 24 столбика без накида в этом ряду третьем четвертый ряд и мы начинаем его с прибавки затем два столбика без накида прибавка чередуем так по кругу чтобы у нас конца ряда получилось 32 столбика без накида пятый ряд и вяжем моего таким образом три столбика без накида подряд и прибавка вяжем так до конца ряда чтобы в ряду получилось 40 столбиков без накида следующий ряд мы начинаем чтобы круг оставался кругом нашим как я обычно это люблю два столбика прибавка а дальше с этого момента мы уже идем 4 столбика прибавка и так делаем до конца ряда чтобы получилось 48 столбиков без накида это 6 ряд мой ряд и 5 столбиков без накида прибавка делаем до конца ряда у нас получится 56 столбиков без накида восьмой ряд мы вяжем 6 столбиков без накида прибавка вяжем так по кругу чтобы у нас получилось 64 столбика без накида и я уже у себя предвижу неожиданный коллапс у меня явно не хватит зеленой пряжи на целую голову а так как пряжа это с алиэкспресса то ждать месяц времени чтобы доделать мастер-класс у меня нету и я буду выкручиваться с комбинацией вместе с желтенькой пряжи благо дело у меня вот глазки на желтой основе и я сделаю такую комбинацию с цветов вы можете этого не делать если у вас все прекрасно и хватает пряжи с 9 по 16 ряды мы вяжем без прибавок и убавок 64 столбика без накида по кругу прям берем и вяжем по кругу связали 16 рядов я уже вот сменила цвет потому что зеленая пряжа тютю и 17 ряд мы вяжем столбик без накида прибавка так мы делаем пять раз столбик без накида прибавка в 12 столбиков без накида подряд снова раппорт прибавка столбик без накида 5 раз и до конца ряда у нас остается 32 столбика без накида их мы вяжем целиком и полностью в этом ряду в семнадцатом нас должно получиться семьдесят четыре столбика без накида 18 по 22 включительно ряды мы вяжем без прибавок и убавок по семьдесят четыре столбика без накида вот так вот у нас на данный момент должна выглядеть голова ну или одним цветом следующий двадцать третий ряд мы начинаем с убавки затем вяжем тридцать восемь столбиков без накида и убавку и до конца ряда у нас остается тридцать два столбика без накида мы их провязываем двадцать третьем ряду нас должно получится семьдесят два столбика без накида 24 ряду мы вяжем шесть столбиков без накида убавка и чередуем так по кругу процесса получится в этом году шестьдесят три столбика без накидом 25 ряд и пять столбиков без накида убавком делаем так до конца ряда нас должна выйти 54 столбика без накида двадцать шестом ряду мы продолжаем пропорционально уменьшать то есть мы вяжем 4 столбика без накида и делаем и бабочку вяжем так по кругу чтобы у нас получилось 45 столбиков без накида и последний двадцать седьмой ряд мы вяжем 3 столбика без накида убавка так вяжем до конца ряда чтобы получилось 36 столбиков без накида на этом мы голову завершаем оставляем ниточку для пришивания почему 36 мы заканчиваем чтобы мы спокойно могли пришить к нашему телу в котором тоже оставалось 36 столбиков без накида и перед набивка у нас остается еще один важный этап весь по форме головы четко видно что вот это затылок а вот это вот передняя часть лица и мы должны если у вас такие же глазки как у меня на безопасном креплении мы должны установить перед набивкой глазки я начну устанавливать глазки с центрального глазика так как они идут ни на одной линии хотя вы можете устанавливать как вам нравится я наверно буду вот так вот так 3 глазик оба бабам ну и конечно же пока не набит на наша голова инопланетяне нужно пришить по кругу глазки если вам нравится вот такой вариант что они вот такие объемные то можете оставить так но я считаю что лучше их пришить аккуратненько по кругу пластиковой иголочкой рисуем прежде чем мы окончательно набьем наших голову я предлагаю связать еще один элемент и пришить его это у нас такая будет антенна поскольку это инопланетянчик но чего есть особая связь с космосом антенку я буду вязать уже желтой непосредственно пряжей потому что зеленая у меня закончилась ну как оказалось желтый зеленым очень прикольно сочетается я в принципе довольно как получилось антенка антенку мы вяжем две воздушные петельки во вторую от крючка 6 столбиков без накида и поехали дальше это наш первый ряд второй ряд и прибавка в каждый столбик без накида предыдущего ряда то есть во втором ряду у нас конечно же будет ну конечно же 12 столбиков без накида третьем ряду мы вяжем один столбик одну прибавку чередуем так 6 раз по кругу и у нас получаются 18 столбиков без накида в третьем ряду 4 5 ряды мы вяжем без прибавок и убавок по кругу по 18 столбиков без накида а вот шестом ряду нас ждут убавки нас ждет 9 убавок соответственно у нас получится 9 столбиков без накида но будьте внимательны если вы будете набивать или что-то ввязывать в антенку старайтесь это сделать до закрытия я вот например в ходе вязания решила что связь с космосом должна быть более плотной и я связываю сюда колокольчик только бубинчик он будет а звяки вать 7 ряд мы вяжем точно так же 9 столбиков без накида но внимание мы вяжем за заднюю полупетлю только лишь не за обе петельки а за заднюю 8 по 10 ряды мы вяжем без прибавок убавок и уже за обе петли по 9 столбиков без накида и последний 11 ряд мы вяжем один столбик без накида одну при бабочку повторяем так 4 раза в конце у нас остается один столбик без накида то есть всего у нас должно быть 13 столбиков без накида в заключительном 11 ряду можем оставить ниточку для пришивания не забывайте набить либо еще как вариант можно вставить проволочку такую только в мягкой оплетки желательно какую-нибудь может быть даже синельную проволоку я например сделаю так для ужесточения конструкции я возьму синельную проволоку это такая пушистая плетки сложу ее в несколько раз и еще добавлю сюда хала файбера немножко переберу голову пришельца и пришиваю четко вот по центру по начальному кругу вот сюда можно пришить и последнее что нужно нам связать пока что откладываю голову в сторону нам нужно связать ухо ухо выглядит у инопланетянина вот так начинаем стандартным уже способом две воздушные петелечки во вторую от крючка 6 столбиков без накида это наш первый ряд во втором же ряду один столбик без накида одну прибавку и так вяжем по кругу нас должно получиться 9 столбиков без накида во втором ряду на третьем ряду у нас будет просто 9 столбиков без накида далее мы будем чередовать ряды с прибавками и без прибавок например четвертом ряду у нас будет 2 столбика без накида прибавка чередуем по кругу это чтобы получить 12 столбиков без накида а в пятом ряду 12 столбиков без накида по кругу без прибавок убавок 6 ряд 1 2 3 прибавка повторяем по кругу у нас выйдет 15 столбиков без накида шестом ряду а в седьмом ряду мы просто вяжем по кругу 15 столбиков без накида восьмом ряду у нас будет 4 столбика без накида 1 при бабочка по кругу и у нас получится в этом ряду 18 столбиков без накида девятый ряд по кругу 18 столбиков без накида без прибавок убавок в десятом ряду мы вяжем три раза по кругу 5 столбиков без накида прибавка чтобы получилось 21 столбик в одиннадцатом ряду вяжем по кругу 21 столбик без накида следующий последний ряд складываем ушка пополам и провязываем через обе стенки петли 10 столбиков без накида затем еще раз складываем ушка пополам и соединяем опять через обе стороны буквально вот два столбика провязывая у нас должно получиться вот такое вот ушко как лепесточек соответственно таких ушка у нас должно быть два на этом отрезаем нить оставляя хвостик для пришивания ухом вязать мы больше ничего не будем пришельцу мы теперь приступаем к самому ответственному этапу этапу сборки и оформления головешку мы плотненько плотненько набиваем можно как такой лайфхак если у вас очень тяжелая голова игрушки здесь она в принципе нормальная получилось но здесь и шея как бы достаточно большая я иногда бывает вставляю вот пластиковую какую-нибудь желательно пластиковую и не острую вот мне такая есть палочка чего-то я обычно оставляю такой такие отходы и вот нанизываю как бы чтобы она лучше держалась и теперь мы просто стягиваем по контуру пришиваем шею к туловищу главное тут следить чтобы у вас внимательно глазки были посередине не вот так вот пришить чтобы тело то идет вот пузико вот центр вот глаз далее мы пришиваем ручки ручки у нас четко по бокам отступаем там буквально один рядочек и пришиваем нам остается ушки пришить моем случае они как раз будут идти по желтой линии вот таким вот образом тоже важно соблюсти симметричность выглядеть должны вот так наши ушки чтобы ушки торчали они опадали я еще делаю вот так вот просто насквозь ухо через все петельки и решиваю голове так я делаю ряда 3 наверное и вот ушка уже не падает вот мы и ушатенькие же теперь мы продолжаем оформление можете проявить весь свой креатив все свои рукодельные запасы привлечь к этому я обычно делаю так раскладываю все что у меня есть еще всякие бусинки достаю всякие мелочушечки и прикладываю что будет лучше и как рот нашему пришельцу тоже можно сделать по-разному я буду делать даже такой вот комбинированный вариант комбинированность нового варианта заключается в том что у меня будет вот такая вот полосочка из нитки кстати вы можете поиграть с выражением мордочки пришельца то может быть серьезное выражение лица может быть просто ниточка может быть улыбочка но мне конечно хочется сделать в его более улыбашечным поэтому у меня будет улыбка вот такая здоровая иголка 14 сантиметров и вот на комбинированная части ротика я сделала из фетра из черного фетра я вырезала полость рта и язычок очень люблю когда такая открытая улыбка у игрушек это прямо мой фирменный стиль и мне кажется очень оживает игрушка теперь нам нужно его приклеить можно приклеить немножко сбоку а это такое придает шкодность можно прямо по центру приклеить но у меня будет прямо по центру и у моего милого она симпатичного пришельца еще будут из белого фетра вот такие вот клыки но не бойтесь он вполне себе беззавидный вот такая милая мордашка еще я придумала такое креативное решение так поскольку это у меня инопланетянин у меня есть вот такие вот звездочки они ну как будто бы из очень плотной фольги я сейчас выложу вот так вот созвездие и чтобы это было узнаваемо я наверное выложу самое популярное созвездие это мне будет большая медведица будем считать что наш инопланетянчик оттуда и я сейчас буду пришивать свои звездочки и делать контур созвездия вы можете покреативить тоже как-нибудь на тему связанную с космосом созвездиями вышить их либо сделать какую-то нашивку либо аппликацию либо может быть у вас вообще инопланетянчик будет в какой-нибудь каком-нибудь костюме форме скафандре как угодно креативки и бум наш инопланетянчик готов вот я ему вышла такое созвездие звездочек можно украсить абсолютно разными способами у нас получился здесь бубенчик здесь созвездие большой медведицы какие милые кучки и очень яркие красивые глазки яркий позитивный плюшевый милый что еще нужно для того чтобы заслужить ваши лайки спасибо всем за просмотр надеюсь у вас получится целая планета таких милых инопланетяшек по моему мастер-классу всем пока до новых встреч